Ваффер мини микс Друзья мои, данный корм универсален и он подходит как для травоядных, так и для хищных донных рыб. Обратите внимание на то, что они разного цвета. Одни гранулы зеленого цвета, а другие красные. Это все неспроста. В зеленых гранулах, вот в этих вот, добавлена спирулина, водоросль такая. Она больше, конечно же, подходит для травоядных донных рыб. А красные с добавлением креветок. И, соответственно, они больше подходят для хищников. Конечно, разницу в цвете добились не только из-за спирулины или из-за креветок, а из-за пищевого красителя. Помимо этого, здесь есть еще и добавки. На один килограмм продукта они рассчитываются. Это витамины А, также витамины Д3, марганец, цинк, железо. 25 миллиграмм на килограмм, если считать. Кобальт. Ну, как я уже говорил, краситель обязательно сюда входит. И в составе о нем также можно узнать и увидеть его. И, конечно же, еще сюда входит, как обычно, антиоксиданты. Для кого данный корм хорошо подходит? Ну, в первую очередь, он, конечно же, видите, очень мелкий. По сравнению с обычными гранулами, это прямо как крошечка. И он больше подходит для мелких рыб и ракообразных. Содержит полноценный сбалансированный комплекс витаминов, питательных веществ, микроэлементов и жиров. Витамин С в составе обеспечивает повышенную устойчивость организма рыб к болезням. А также он ускоряет рост и устраняет симптомы болезней, связанных с недоеданием рыб. Влажность данного корма, конечно же, маленькая. Он же, ведь, высушенный 9% всего. И стоит еще сказать о том, что пищевая ценность на 100 грамм сырья это сырой белок 45%, сырые масла и жиры 6%, а также сырая клетчатка 2%. Ну что уж там говорить, давайте посмотрим, как едет этот корм рыбки, чтобы вы увидели своими глазами, как все это происходит. И скажу от себя еще, добавлю то, что мне, конечно, данный корм не очень хорошо подходит, потому что у меня все-таки рыбки разнообразные, есть мелкие, есть крупные. А данный корм для меня все-таки мелковат. Но, с другой стороны, очень интересно дозировать, то обычно кидаешь одну-две таблетки, здесь приходится кидать щепотку этих таблеток, и они расплываются по всему аквариуму, и рыбки начинают их хорошенечко подъедать. Но дело в том, что более-менее средних размеров рыбка начинает этот корм гонять, и сомикам мало что достается, потому что с ним начинают, грубо говоря, играться. Ну да ладно, давайте посмотрим, и вы сами все увидите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Напоследок хочется сказать еще одну немаловажную вещь. Под видео, где я показываю корма и рассказываю про них, некоторые подписчики спрашивают, почему я не рекомендую размачивать корм перед тем, как давать его рыбкам. Я не знаю, на самом деле, откуда вообще пошла такая информация, что корм нужно размачивать. На самом деле, этого делать не нужно. Он, наоборот, делается таким образом, чтобы не сразу распадался, чтобы он был твердым, чтобы каждая рыбка, которая находится в аквариуме, смогла им полакомиться. Если он будет мягким, он либо быстро распадется, либо достанется только одной рыбке, потому что она сразу подплывет его и съест. А так как консистенция твердая, его хватает надолго, и он сразу мутит воду. То есть, долгое время находится в таком состоянии, достаточно жестком, твердом, и не распадается. Поэтому не нужно его размачивать, ни в коем случае. Особенно таблетки, ну, например, такие, как Waffer Mini Mix от компании Tetra. Еще раз повторюсь, что у меня этот корм не очень понравился. Вы все видели сами, как они его едят. Едят, в принципе, неплохо, но мне не очень удобно его давать и дозировать кормление. Поэтому выбор за вами. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте пальчик вверх. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры сделал DimaTorzok